здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос что нельзя делать после причастия если вы думаете что я вам скажу что конкретно технически нельзя делать что можно есть чего нельзя есть можно ложку в рот пихать или нельзя пер только руками все есть то нет для храма для церкви все это неуместно после причастия грешить нельзя вот собственно и все попробуйте хотя бы денечек с положить хранение устном своим попробуйте воскресный день когда вы причащаетесь просто не говорите со своими друзьями и родственниками о других людях то что не сказали бы в их присутствии я понимаю что есть такие правдорубы которые всегда говорят все что думают думаешь при этом еще что исполняет заповеди я типа не лгу да ты просто человек с гнильцой на самом деле который просто пытается сакрализировать свой стервозный характер пытаясь вознестись над теми кто ниже тебя осуждая их и говоря как им правильно себя вести только ж мы понимаем как надо правильно жить как надо детей воспитывать как надо с мужем или с женой отношения выстраивать как надо работу работать вот они что все молодые ничего не понимают это жизнь пожила или пожил но чаще первое попробуйте денечек никого не учить жить не рассказывать никому о своих проблемах не перетирать не перемывать никому косточки говорить только о хорошем а лучше и не говорить нельзя не участвовать какой-то беседе нельзя не припомнить какого-то человека ну хоть прилагательно их не употреблять как заповедовал нам а водорофей то есть можно сказать что человек солгал но не надо говорить что он лжец лучше и вообще ничего не говорить антоний себе внимать помните такую цитату погуглите о чем она вот собственно и все наживите праведным откройте писание почитать толковать не сделайте хоть одно доброе дело за день если в день причастия от встречи с вами кому-то стало лучше легче отраднее вот день прошел не зря а если вы уже в не успев выйти за порог храмы храмовой территории уже всех осудили всех перемыли и батюшек и пономарей и прихожан и свечницу и подругу свечницы и подругу подруги свечницы и ваших детей и сыновей и внуков в общем всех всех вспомнили то лучше память не причащаться сегодня вот зачем чтобы галочку поставить я причастилась а дальше жить как жила хотя бы один день попытайтесь прожить так как надо прожить всю жизнь причем запомните что и в понедельник благодать дух святого действует причастие и во вторник и в среду и даже в пятницу просто мы как-то еще воскресенье стараемся жить праведно а понедельник понеслось а вы читаете благодарственные молитвы каждый день есть свободная минуточка время обеденного перерыва открыли прочитали пять молитвочек чтобы вспомнить что я вчера позавчера три дня назад причащалась вот что это до сих пор надо в хранить в себе благодать да до пятницы обычно раз теряем все вот прям такие праведники уже когда уже еле еле душа в теле кто-то уже на пороге храма все теряет так что помните слова из книги притч кто хранит уста свои тот бережет душу свою а кто широко раскрывает свой рот тому беда плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир добавлять сказанному апостолу яков поэтому творите в этот день добро живите тихо мирно молчаливо и будет вам счастье внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а